Всем доброго времени суток, сегодня я хочу показать такой интересный реплей Предыстория его такая, что я зашел в Сёгун после длительного времени, сыграл классику Проигрался в пух и прах, а играю я в режиме, когда может попасть в классике Аватар Follow the Samurai, вот мне попался такой оппонент Я седьмой уровень бронзы, он девятый И после боя я вылетел, удалось спасти реплей, потому что бой получился такой весьма интересный И с неожиданным таким результатом, сам не ожидал Поэтому интересно, думаю, будет его разобрать Итак, карта у нас, как видно, это два таких холма В центре находятся целых три шрайна Река, которая мешает сильно, много леса такого удобного То есть, и главная ситуация, что у него сейчас преимущество Потому что у него стрелковых отрядов больше Это всё-таки стрелковая большая армия У него могут быть пушки, он плюс может стрелять с холма Это дальность, которая у него по сравнению с луками ниже То есть, такое преимущество, казалось бы, сейчас на его большей стороне Но я воспользовался советниками, то есть, у меня было много кавалерий Я взял поэтому советника на, соответственно, выносливость кавалерии Это очень сильно скажется, я думаю, то есть, на результат повлияет Плюс я видел его на расстановке, это тоже очень удобно И два оставшихся советника, это один у меня на силу, соответственно, атаки моей Многината вспомогательным И, соответственно, торговый пост, который стандартный советник Он понижает стоимость отрядов Давайте посмотрим на его армию сперва Вот то, что я видел в начале Соответственно, у него шесть отрядов целых линейной пехоты Это чёрные черепахи Я не знаю, почему именно их он выбрал Это бой на очень крупный денежный формат То есть, он мог взять что-то и получше Потому что эти ребята, они стрелки-то средненькие То есть, лучше бы, казалось, взять что-то, что лучше стреляет Потому что, посмотрите, они медленно перезаряжаются, очень не очень точные То есть, их, конечно, много, но мораль у них крайне низкая То есть, их, наверное, лучше либо брать ветеранами, либо вместо них там есть Азур Дрэгон, насколько я помню, называется отряд То есть, на них очень похожи Вот, точно, вот, похожие высокие шапки конические Но очень похожи на фильм «Последний самурай» Дальше у него два отряда Яри Качи Это такой противокавалерийский явный Компонент Они даже без ветеранства помогают сражаться В принципе, с любой почти кавалерией То есть, кавалерия может их, конечно, выиграть Но потеряет, скорее всего, всех, скорее, сдохнет Дальше у него отряд самураев с мечами, которые современные Эти Качи Они хорошо сражаются В принципе, они по статам Если посмотреть, они идентичны вполне моим самураям Даже у них атака выше То есть, даже вот таким вот образом У него был взят советник на понижение урона копиям Но, собственно, мой советник его перекрывал, на самом деле Здесь смотрим У него отряд генеральский На стрельбу закачанный Три отряда не заветераненных Яри Ки Им сейчас стоимость подняли Но я считаю, что брать Яри Ки без ветеранства Это ошибка Потому что Это единственный отряд антикавалерийский мобильный Потому что кавалерия с карабинами Может очень сильно получить в ответ Кучарж, то есть, и сдохнуть То есть, лучше брать их ветеранами Но Очень неплохие параметры Поэтому Выбор вполне очевиден Ну и пушки Армстронга сильнейшие в игре Очень многие их любят Плюс сейчас карта располагает То есть, пушки накрывают всю долину практически с этого места Ну и бежать на пушки довольно неприятно То есть, психологический эффект от них есть Плюс это лучшие пушки в игре Плюс они ветераны То есть, это очень неприятно Ну еще был один сюрприз Который я узнал уже после того, как реплей посмотрел Я видел мельком это на расстановке Но не обратил внимания Потому что Уже осталось потом Ну вот я вижу, что у него ошибка Он как-то странно очень расставился То есть, линейная пехота У него чисто фланг занимает Неравномерная расстановка Здесь у меня, соответственно Я делаю иначе Я делаю обычно Я делаю сейчас на этот раз Полагаюсь на скорость У меня два отряда кавалерии с монахами Четвертый уровень Четвертый уровень Их сейчас стоимости подняли Но они очень неплохая кавалерия Плюс у меня просто не хватает ветеранов Яре кавалерии То есть, были побитые отряды Которые восполнялись Поэтому я взял монахов Которые получились подешевле сейчас И они в долгой схватке Более такие универсалы То есть, длительную схватку Они держат лучше Здесь у нас отряд новичков Это кавалерия с луками Его я очень редко беру Сейчас я взял, чтобы оппонента беспокоить Шевелить вот на этот случай как раз Чтобы он как-то крутился, вертелся, отвлекался Здесь у меня, начнем сзади Разумеется, мой генерал То есть, это по большей части лидер С небольшим бонусом на атаку Тут видно даже немножечко мораль поднятая То есть, такой неплохой парень хороший Я ему луки не брал В основном все в лидерство Здесь у нас смотрим отряд ветеранов Ярика Валерия Я им решил сделать Атаку И, соответственно, бонус на чарже Это очень полезно на самом деле Когда на чарже, потому что она Кавалерия для удара Они не как Великая стража Сигуната Здесь у нас третий уровень Ярика Валерия Тоже, в принципе, атака И чарж бонус взят Смотрим дальше, что у нас есть Здесь у нас спрятана Кавалерия с катанами Очень нехилая атака Поэтому, если она удачно въедет То это будет просто разрушительно Дальше я спрятал Здесь пять отрядов У меня стоит Самураев с катанами Здесь два отряда Даже ветеранов Но Один отряд, я забегаю вперед Скажу, я забыл его на холме Случайно через шифт-выделяя Не зацепил Он на другой стороны Панели находился Я его не заметил Здесь у нас герой с луками Я решил взять Попробовать Отряд благо Просто не знал, что взять На самом деле Плюс он может беспокоить С долгой дистанции То есть очень удобно И плюс у него Видно Здесь написано Что он вдохновляет отряд Это тоже здорово Потому что Вот этим вот ребятам Это в принципе полезно Дальше у нас Четыре отряда Вспомогательных с нагенатами Это стандартный отряд В свое время Очень сильно Конечно Выход ДЛЦ повлиял До сих пор Вспоминаю То есть Контряд Практически любую кавалерию За очень низкую стоимость Их сейчас Конечно Сделали дороже Причем значительно дороже То есть Они стоили 144 Сейчас они стоят 200 С небольшим И отряд впереди Как мясной щит Это разумеется Вспомогательные ребята с мечами Видно у них мораль 7 Даже если сравнить С его пехотой Кстати Мораль у меня Выше среднее Здесь соответственно Вспомогательный тоже И стоим То есть Как мясной щит Давайте начнем движение Смотрим Что происходит Он бежит навстречу Это очевидная тактика То есть Здесь у нас Войскам надо переправляться Через реку Они замедленно Выходят на берег И расстреливаются Пока Пока я значит Не Не развернулся Не добежал Поэтому я быстро наламываюсь Плюс вижу Что он делает ошибку Он остается здесь Всеми силами И 6 отрядов Спускаются с горы Зачем он это делает Конечно Понятно Я могу захватить Гробницы Отсидеться Хотя сбить их Проще простого Поэтому я двигаюсь Сразу В обход Дальней кавалерии Пользуясь тем Что у меня выносливость Очень нехило Поднята советником Здесь видно Что двигаются Мои кавалеристы И здесь Отвлекают его кавалерию На себя Обратите внимание Он боится Потерять пушки На самом деле Это было просто Один отряд Ярикача Вот прямо здесь Остановил бы Атаку на пушки В принципе С высокой долей вероятности Спас бы их Вот он начинает Разворачиваться Ошибка Видна Он стоит Плотными 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 Толпами То есть Его единственный шанс Был бы сейчас Это Развернуться Потоньше Чтобы стреляло Больше народа Чем Стреляют Они конечно Первый ряд Мы бежим По нам стрелять Пушки Но они попадают В этот мясной щит Здесь началась стрельба По кавалерии Я этим доволен Потому что Стреляют туда Не стреляют В пехоту Пехота на секунду Затормозила И побежала дальше Началась стрельба Обратите внимание Стреляет здесь Только первый ряд Это плохо Потому что Их сейчас Он не растянул Он боялся Растянуться Это действительно Неприятно Для него Исход Видно Начал стрелять Мой герой С луками Он стоит Стрелять Вот отсюда Поэтому Накрывает Очень много Генерал Я любил Стрелять Продолжается Продолжается Наступить То есть На гробнице Я забросил В лес Завожу кавалерию Чтобы он ее видел Посвлекал внимание Здесь начинается Бегство С первого Местного Щита Включаю Способность На сбор Войск Здесь я продолжаю Обходной маневр Дальний Видно Что кавалерия Кавалерия Она до сих пор Она чуть Только виндет Сейчас встала То есть Она очень далеко Пробежала И продолжает двигаться Его пушки Я уже развел Его отряды Потому что Здесь воюет Кавалерия Его Остался только Генерал И здесь Пушки То есть Он за мной Не успевает Это была Его главная ошибка Здесь Входит Моя кавалерия Потеряла Да Она много Но Когда она Вошла Здесь Все уже побежали Здесь началась Просто резня Здесь Мы удалили В генерал Вот этот отряд Почему-то Затупил Остановился Здесь Ну Потому что Контролировал Я оба отряда Возможно Из-за того Что пушки Как-то там Неудачно Через них Проехались Но его генерал Видно Потерял полуотряда Он проигрывает Просто Решительно Его отряд Почти догнал Меня Неожиданно Почему-то Вот он Перестроился Куда-то Не туда Навелся Видимо И я Кавалерию Своей Просто Проезжаю Свой генеральский Отряд Он погибает И я уезжаю Монахи Здесь Продолжают Держаться Сражаться Здесь Уже Отряд Катана Самураев Сражается Он немного Убьет Но Они свою работу Сделали Здесь Отряд Яре Кавалерии Пришел И ударил В тыл То есть Эта кавалерия Сейчас Просто Не выдержит Такого Они Уже Вот Видно Уставшие Мои Ребята Еще До сих Виндут Здесь Остатки Его войск Вон На холме Стоят Взирают На это Это Бегущий Отряд Вернулся Здесь Луки То есть В принципе Его отряды Не просто Разгрублен Они Раздавлены Видно Что Мораль У них Просто Никакая Ударяет Собственно Кавалерия В тыл Сейчас Посмотрите Как у нее Растет Количество Убитых Просто Дикый Счетчик Пошел Вверх И конечно Его отряд Побежал Но все же Они Ударили В тыл Копьем Это Очень Сильно Плюс Мои Отряды Добивают Вот И все Что От него Осталось То есть Пишут Что Победа Была Близко Как бы Близко Но По результатам Сейчас Сами Увидите Покажу Статистику По отрядам Потому что Она такая Довольно Любопытная Плюс Тут Один Сюрприз Который Я так И не понял Что Произошло Почему Это Так Было Возможно Он Просто Ошибся На расстановке То есть Думал Удивить Меня Спрятав В лесу Отряды Потому что Там Есть Два Отряда Которые Просто Не Появились Я Не знаю Где Они Были Я их Так И не Увидел У меня 1575 То есть Полторы Тысячи У него 1770 200 Человек Разница Его пользу На его стороне Стрельба На его стороне Пушкин То есть Дистанция В принципе Его Потери При этом Я бежал В гору Вверх 534 Человек У него 1092 То есть Потери Очень неслабые Он себе Видимо Одного Человека Где-то Прихлопнул Что Забавно То есть Я себе Убил Там Несколько Человек Видимо Стрелами В спину И он убил Посмотрим Статистику По отрядам Очень сильно Удивили Вспомогательные Войска С нагинатами Конечно 118 Убитых Ну Удивился Самураи С катанами 109 Убитых Рекорд Ставит Кавалерия С катанами 251 Человек Кавалерия С яри 101 Это удар В тыл Кавалерия Видимо Его добивающие Монахи Не просто Держались Их Видимо Не знаю Поправили Пофиксили Почему Они так Плохо Обычно Они у меня Даже с кавалерия Справлялись Герой С луками Которого Я взял Для пробы Ну Что сказать Стоял Стрелял Но его Мало Может быть Если бы Брать 2 Стрелковых Отряда Треть Но это Дорого Это Другой Уже Разговор Смотрим Дальше Вспомогательные С мечами Ну Один Отряд Не добежал Вообще Здесь Отряд Соответственно Пойвал То есть У всех Тут 80 Вижу Убитых Еще Один Отряд Естественно По понятной Причине Никого Не убил В бою Не участвовал Ну Давайте Посмотрим Что у него Генерал Убил 14 Человек Черепахи Убили Просто Мало Их Было Мало Их Они Стреляли Только Неудачный Ряд То есть Ряд Целых Ошибок Серьезных Дальше Ярий Качи Посмотрим Что Тут Случилось 51 Человек 15 Ну Понятно Они уже Побежали Не смогли Пушки Армстронга Ой Они за ветеранин Выше Чем Третий Уровень Это Восьмой Как минимум По моему 44 Убийства Ну Зачем Их конечно В сцене Понизили Похоже Что они На такой Дистанции Наверное Надо было Делать Выстрел Картечью Может он Что-то И смог Ярики Ну Они Воевали С кавалерией Их Убитых Да Они убили Прилично Казалось бы Но До поры До времени Вот Катаны Конечно В бою Вообще Не побери Вот Смотрите Два Отряда Шарпшутеров Ветеранов Где они Были Я не знаю Я их Не видел Не слышал И Не представляю Почему Он ими Не воспользовался Хотя Особо Они бы Ничего Не сделали Вот Если бы Он Конечно В лесу Их Попытался Там Где Обходил Спрятать Но Тут ошибка Это Разделение Сил Явное То есть И развод Кавалерий Если бы Он Пушки Прикрыл Отрядом Качи Своих Яри Я бы Ничего Там Не мог Сделать А тут Я гулял Свободно Делал Что Хотел То есть Бой Такой В мою Пользу Я удивлен Что Девятый Уровень